И снова, здравствуйте, дорогие друзья, здравствуйте, братья и сестры. Как вы, наверное, все осведомлены, вчера имело место событие, в общем-то, мирового достаточно масштаба. Это гибель, так или иначе, президента Ирана Эбрагима Рейси. Что интересно, большинство специалистов даже не озвучивают мнение, что он мог погибнуть при каких-то, скажем так, обстоятельствах, не связанных с воздействиями извне. Ведь самолеты и вертолеты просто падают, это техника. Тем не менее, все все-таки ищут чей-то след. А ведь в гибели данного так называемого иранского политика заинтересованы многочисленные силы. Как ни странно, и это крайне интересно, не только из того списка стран, которые часто озвучивают, но в этом, возможно, заинтересована даже была Россия, которую почему-то не озвучивают. Среди стран, которые были заинтересованы в ликвидации Эбрагима Рейси по кличке Мясник. Так его называли граждане Ирана. Почему я говорю о России? Почему Россия, возможно, была заинтересована в ликвидации данного политика? Начнемся с России. Не волнуйтесь, мы поговорим и о Западе, и о заинтересованности Запада. Ответим на те тезисы, которые в первую очередь стали обрушиваться в сторону Азербайджана. Люди стали искать азербайджанский след. В основном это проармянские лоббисты. Но обо всем поэтапно. В чем же, возможно, заинтересованность России? Ведь Эбрагим Рейси, президент Ирана, выступал против Зангизурского коридора. А в Зангизурском коридоре имеет глобальную заинтересованность именно Россия. Поправьте меня, если я в чем-то ошибаюсь, но такую фигуру Россия бы рассматривала, как, мягко выражаясь, недруга, если он выступает против российских интересов на фоне войны в Украине. Могла ли Россия поучаствовать в устранении данного иранского политика? Вполне возможно, учитывая то, что российская 102-я база и российские военные еще пока не покинули Армению. То есть они находились, в частности, скорее всего, на той территории, которая прилегает к границе трех стран. Ирана, Азербайджана и Армении, где и погиб президент Ирана. Там были российские специалисты? Могла ли Россия применить нечто, что в кавычках поспособствовало гибели президента Ирана? Вполне возможно. Отрицать это, думаю, что пока никто не посмеет. Мог ли Азербайджан поспособствовать в данном действии? Ну, давайте с вами пофантазируем. Давайте представим себе, что Азербайджан под давлением или по просьбе Израиля, братского нам государства, решил воздействовать таким образом на Иран. Азербайджан, я подчеркиваю, как минимум 40 миллионов азербайджанцев. До 40 миллионов. Ладно. Смягчу число. Тут же попадать под удар. Тут же. Так, может ли Азербайджан поучаствовать в этом? И кроме этого, если действительно будет доказано участие Азербайджана, это будет звучать как объявление войны Ирану. Откровенное объявление войны Ирану со стороны Азербайджана. Интересно на такой нюанс. С втягиванием всех, скажем так, прилегающих стран. То есть и Армении, и Турции, и России здесь будут воевать все против всех. Что это означает для Азербайджана и вообще для Кавказа, надеюсь, объяснять не надо. Поэтому я крайне скептически отношусь к вовлечению Азербайджана в тех самых действиях против президента Ирана. Хотя то, что президент Ирана, мягко говоря, не был другом Азербайджана, это факт. Это конкретный факт. Правда, в последнее время он начинал уже проявлять некоторые шаги на сближение с Азербайджаном. В частности, планировались некоторые шаги по безвизовому въезду в Иран. Опять-таки, насколько это действие было бы в работе, теря осуществлено, это вопрос другой. Но такие шаги наблюдались. То есть, в отношении Азербайджана, тем более, есть еще один момент, почему вовлечение Азербайджана в данные действия под громадным вопросом, это то, что Иран предлагал Азербайджану, если Армения или определенные силы в самом Иране будут затягивать разрешение Зангизурского коридора, то Азербайджан может провозить свои товары через территорию Ирана. А Зангизурский коридор не открыт. Так зачем же нам рубить сук, который позволяет нам провозить товары, в частности, и в Нахичевань, и в Турцию? Зачем нам рубить дополнительный сук? Зангизурский коридор Теперь в отношении Армении. Если заинтересованность Армении. Об Израиле мы поговорим позже, вначале Армении, потом Запад, потом Израиль, потому что Израиль, в общем-то, это страна, которую обвиняли в убийстве президента Израиля изначально, Поэтому это менее интересный в данном случае момент. Вначале мы говорим о тех странах, о которых мало кто говорит. Или говорят только определенные круги. Теперь давайте подумаем с вами об Армении. Армения последнее время стала стараться сближаться с Западом. Также имеются тенденции по сближению Армении, во всяком случае попытки наблюдаются с Израилем. Не так ли? Все это, как вы понимаете, напрягает иранское государство. Тем более, Иран уж точно напрягает те заявления определенных политических кругов в Армении о военном сближении Армении с НАТО. У Ирана и так есть граница достаточно обширная с натовским государством под названием Турция. А что будет, если еще и Армения будет в это втянута? Надеюсь, объяснять не надо. Все крайне интересно. А нам говорят, что убийство Рейси столь однозначно. Да нет, тут есть много заинтересантов, кроме Израиля. Теперь давайте поговорим с вами о западном следе. За последнее время западные страны, в лице в частности Франции, да и США, очень сильно стали проецировать свою политику в Армении. Я хочу напомнить вам, что убийство Эбрагима Рейси произошло на территории, которая прилегает к границе трех стран. Именно трех стран. Ирана, Азербайджана и Армении. Поэтому, мог ли запад использовать Армению? Почему нет? Почему нет? Интересен также такой момент. Ведь сейчас, в последнее время, да, действия все еще наблюдаются в отношении Израиля и проиранских прокси. Но, тем не менее, они стали как-то сходить на нет по сравнению с другими проблемами, в которые погружается наш земной шар. И вдруг убийство президента Ирана Эбрагима Рейси. Тоже как-то странно. Как будто бы кто-то не хочет, чтобы данный огонь погас в отношении Ирана и Израиля. Как будто бы кто-то умышленно разжигает, терра старается разжигать данный конфликт заново, повторно. Интересны такие нюансы. Я не говорю, что конфликт угас до убийства, но он уже как-то уходил на второй план. Все-таки война в Украине играла первоначальную скрипку в мировой политике. Также достаточно важный момент все-таки играла вот эта дорога к мирному договору между Азербайджаном и Арменией. И только на третьем, на четвертом месте шел конфликт между Ираном и Израилем. Как-то так, дорогие друзья, и тут убийство. Поэтому в отношении Израиля я тоже ставлю под большим вопросом его вовлеченность. Выгодно ли Израилю лишний раз злить Иран? Да, у Израиля большие силы, и они в силах уничтожить даже победить в войне с Ираном. Но это нанесет глобальный ущерб экономике Израиля, тем более Америка сейчас не столь уже сильна. Я не говорю, что она слаба, но американский доллар – это мыльный пузырь. И все это прекрасно знают даже в США. Поэтому, когда меня спрашивают, кто был заинтересован в убийстве президента Ирана, я говорю – все. Именно все. А вот кто именно, кого именно использовали, сейчас на этот вопрос очень трудно ответить, но Азербайджан в данном случае в наименьшей степени заинтересован был в данных действиях. Армения имела интерес, Россия – возможно, Запад – 100%, Израиль – в меньшей степени. В меньшей степени, хотя я понимаю израильскую разведку, которая утверждает, что это ее действие. Но это всегда так было и будет. Когда умирает крупный политик вражеского государства, любая спецслужба попытается приписать это себе. Это выгодно. Но это не всегда бывает правдой. Как-то так, дорогие друзья. Надеюсь, я полностью ответил вам на вопросы об убийстве президента Ирана Эбрагима Раиси. Ну, а напоследок хочу выразить все-таки слова соболезнования, хотя его не назовешь другом Ирана. Просто иранскому народу, простым жителям Ирана, которые, возможно, ему верили. Хотя верить палачу, мяснику, что-то я в этом сомневаюсь. Но тем не менее, если есть такие, я выражаю им слова соболезнования. Также хочу напомнить вам всем, что под видео я оставлю, как и всегда, все необходимые данные для финансовой поддержки, в данном случае, канала вашего слуги. Всегда ваш, Сеидов Кямран. До свидания. Жду ваших комментариев, лайков, дизлайков. Не забудьте поделиться ссылками в соцсетях. Всегда ваш, Сеидов Кямран. И еще раз до свидания.